Дорогие зрители и подписчики моего канала, приветствую вас снова на своем канале Али Шопоголик. Сегодня я покажу вам очередной нарядный образ, который я составила из вещей с Алиэкспресс. Я надеюсь, что этот образ вам тоже понравится. Приступаем! Все ссылочки на товары, которые я вам сейчас буду показывать, вы найдете, как всегда, в инфобоксе под этим видео. Начиная я, как всегда, с бижутерии. На мне сейчас вы видите очень красивое колье, которое я получила в подарок, но заказала к нему еще сережки, которые я заплатила сама. И эти сережки до сих пор еще не пришли, к сожалению. Они подходят совершенно к этому колье. Я поэтому взяла сейчас совсем другие сережки. Это на мне сейчас оригинал от Сваровски, но такие же сережки я уже нашла на Алиэкспресс, так что оставляю вам внизу ссылочку именно на такие сережки. Потому что мне тоже кажется, что именно с этим колье, может быть, даже слишком было бы много, если тут будут еще большие увесистые сережки. Поэтому я сейчас ограничилась такими маленькими сережками. Думаю, что это тоже очень хорошо смотрится. Это красивое колье я получила в подарок от магазина Коми Я. Я как-то уже заказывала у них бижутерию, но потом как-то забыла про этот магазин. В этот раз я получила это колье для обзора, я за него ничего не заплатила. Но если вы, допустим, захотите его сами купить, оно стоит 580 рублей. Это колье отлично сделано, классно переливается, очень красиво так и эффектно смотрится. У этого колье нужно учитывать, что оно сделано в таком винтаж стайл. У него здесь вот эта золотая цепочка, она уже как бы со стариной такой, как бы немножечко как будто бы темнеет. Это специально так сделано, это я знаю, потому что у меня уже есть и другие такие украшения. Но смотрится это, в принципе, очень даже хорошо. Пока я не заметила у этого колье никаких изъянов, все камушки сидят отлично на месте. Это колье предлагается в нескольких расцветках. Я выбрала для себя светло-золотой цвет, поэтому мои камушки здесь, они переливаются всеми оттенками. Как-то оно с таким переливом, что не смотрится за кристаллы, не выглядят так, что они как будто бы белые, а выглядят такие желтоватые и, в принципе, разных всяких оттенков. И мне это тоже очень нравится, это, конечно, добавляет еще больше блеску этому колье. Так что, если вы ищете что-то подобное и хотите украсить, сделать намного наряднее свой образ, то, конечно, такое колье идеально подходит. Само по себе это платье не сильно прям такое ах, но все же в сочетании с аксессуарами, конечно, эти аксессуары обогащают это платье, поэтому смотрится все намного дороже. Сейчас вы видите на мне этот кожаный браслет с буквой Х. Этот браслет в стиле дизайнера EMS, хотя я стараюсь не покупать копии, в этот раз я не удержалась и купила все-таки себе такой браслетик. Этот браслет сделан из кожи и здесь такой большой золотой элемент. К сожалению, этот браслет продавец больше не продает. Когда я спросила новую ссылку, он мне ответил, что так как это подделка, он не хочет афишировать это и не хочет предлагать это на своем сайте. Поэтому я сейчас попробую просто еще раз спросить его, может быть он мне даст какую-то ссылку, где вы все равно сможете покупать этот браслет. Этот браслет не был совсем дешевым, за него я заплатила 1170 рублей и нисколько не жалею, так как браслет мне действительно очень нравится. Он ко мне очень долго шел, вернее первая посылка потерялась, но через пару месяцев продавец выслал мне вторую посылку, из-за того, что я так настаивала, чтобы он мне все-таки прислал мой браслетик и в конце концов я все-таки его получила. Так что если мне все-таки удастся добиться ссылки от этого продавца, то я вам обязательно ее оставлю внизу в инфобоксе. Сейчас вы видите на мне платье, или вернее можно сказать, что это костюм, так как он состоит из топа и из длинной юбки. Этот костюм я выбрала молочного цвета, хотя продавец предлагает его в пяти разных расцветках. Все цвета, конечно, очень красивые, но я увидела на одной из девушек в отзывах его именно в белом цвете, оно мне больше всего понравилось в белом, так как смотрится так еще более нарядно. Если особенно скомбинировать сюда красные туфли или черно-красную сумочку, которую я показывала в одном из предыдущих обзоров, то это будет вообще очень красивый образ. Я просто сейчас не хотела повторяться, поэтому взяла другие вещи. Такое платье или такой костюм предлагается многими продавцами. Я выбрала своего, потому что я действительно хотела, чтобы у меня вот эта вот басочка здесь действительно хорошо лежала. В этом случае мне действительно удалось купить костюм именно так, как я его и хотела, как я себе представляла. Эта басочка действительно выглядит так объемно, потому что у нее здесь вставлены такие треугольнички, они вшиты. Именно этот пошив такой делает вот это все таким воздушным, таким воланистым. К тому же материал сам, он тоже не сильно такой тонкий. Это, конечно, тоже играет очень большую роль в таких костюмах или в таких платьях. Поэтому я очень внимательно смотрела фотографии тех покупательниц, которые купили это платье до меня и действительно не прогадала. Мне нравится, что вот этот элемент я могу опустить, например, еще пониже, но тогда у меня будут руки более скованы. Сейчас я себя чувствую комфортно, мне ничего не мешает, но махать руками, конечно, в этом платье тоже не будет сильно возможно. Это будет все подниматься здесь и будет смотреться не очень красиво. Так что если вы будете где-то танцевать и сильно махать руками, то это, конечно, не сильно такой подходящий аутфит для этого. Поэтому я вам не советую в таком платье сильно размахивать руками. Сейчас у меня в руках вы видите вот этот поясок, который тоже прилагается к платью, но я решила его все-таки заменить на немножко более гламурный пояс. На мне сейчас золотой райв такой, который я уже купила тоже пару месяцев назад и мне он очень нравится. Он сзади застегивается на цепочку. Сейчас на свою талию 73 сантиметра я его почти полностью скрепила сзади на цепочку. Но он, конечно, расширяется и на более широкую талию. Так что здесь действительно можно очень хорошо самим регулировать ширину пояса. Как я уже говорила, продавец предлагает это платье в пяти разных расцветках. Он предлагает его также от размера XS и до размера L. В этот раз вы видите на мне размер S. Это платье мерила уже и моя подруга, которая на размер больше покупает одежду. И он ей тоже очень хорошо подошел. Так что, девочки, с моими параметрами 95-73-97 я взяла в этот раз размер S, что меня очень сильно удивило. Материал у платья отличный. Это вязаный хлопок, как указывает сам продавец. Мне этот материал тоже очень понравился. Действительно, он такой немножко поплотнее, чем простой какой-то там спандекс или что-то такое. Истит, конечно, соответственно, это все по-другому на теле. Качество пошива на топе вообще отличное. На юбке я заметила, когда если анализировать прям по длине, на всю длину юбку растянуть, например, то там видно немножечко съезжает. Но так я могу сказать только если буду действительно очень-очень критична, так как не хочу вводить вас в заблуждение насчет этого. Так как эти швы, конечно же, прошиты белыми нитками, это совершенно незаметно. И то, что если прям совсем-совсем присматриваться и придираться прям ко всему. Так как здесь, например, топ вышит несколькими частями, эти части очень аккуратно прошиты, все ровненько. То же самое с замочком на спине. Он белый, пластмассовый, его практически не видно. Он очень хорошо закрывается, без всяких там заеданий, что на юбке, что на топе. Заплатила я за этот костюмчик 1740 рублей. В этот раз нужно было заплатить еще 835 рублей пересылку. Получилось, что я заплатила за него за все вместе с пересылкой около 40 евро. Но так как отзывы на это платье были такими хорошими, я все-таки решилась на покупку и нисколько не жалею. Продолжение следует... Продолжение следует... Так как в основном я все-таки пользуюсь сумочками, не клатчами, поэтому я их сильно так не покупаю. У меня есть вот два таких варианта, которые хорошо подошли бы сюда к этому образу. Или вот эта сумочка с такими геометрическими фигурами, или вот эта сумочка, конвертик. О этих сумочках я уже рассказывала в своем видео о 22 сумках с Алиэкспресс. Если кто-то еще не видел, то посмотрите, пожалуйста, это видео. Я просто скажу вам цену. Вот эта сумка стоила 1000 рублей, вот эта сумочка стоит 600 рублей. Сумочки отличного качества, я ими очень довольна, могу только посоветовать. Ну а остальное детальное описание смотрите, пожалуйста, в другом видео. Как я уже обмолвила в начале видео, отлично будет это платье смотреться вот с такими контрастными элементами, да, такие красные туфельки, про которые я рассказывала в одном из прошлых видео. Ну а для сегодняшнего образа я беру вот эту сумочку и могу одеть это платье также с черными лодочками, или вот такими вот нюдовыми, чтобы как-то оптически удлинить ноги. Про эти лодочки я вам тоже уже действительно тысячу раз рассказывала, так как это те лодочки, которые я ношу с удовольствием на работу. Они очень удобные, у них каблук всего 8,5 см или 9 см, теперь не помню. Вот эти лодочки у меня есть всяких разных цветов, ярко-синие, ярко-зеленые, вот такие вот нюдовые, которые я уже купила теперь по второму кругу, так как 4 года назад покупала первую и уже немножко их сносила. Теперь я прикупила себе такие же черные туфельки, они отлично смотрятся, очень удобные, и я в них с удовольствием хожу на работу. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение по поводу этого образа, нравится ли вам такой образ, одели бы вы сами такое, может быть скомбинировали бы немного по-другому. Я очень надеюсь, что я сделала в этот раз все правильно и вам тоже этот образ понравился. Оставляйте свои комментарии, пишите мне, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно отвечу на все вопросы. Ставьте лайки, не забывайте, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор еще не подписались. Буду очень рада приветствовать вас в рядах своих подписчиков, так как у меня еще очень-очень много всяких разных идей, много покупок с Алиэкспресс, которые я хочу вам себе показать. На сегодня я с вами прощаюсь, желаю вам удачного шопинга на Алиэкспресс и хорошего предпраздничного настроения. Пока-пока, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok